Я не знаю, что из этого получится, Ева. Ты не знаешь, что из этого получится, но мы должны попробовать, да? Привет, красотка! И, как вы понимаете, сегодня я не одна в кадре. Ева, хочешь сказать привет, красотка? Водичка. Смотри, вон там красотки сидят. Вон там. А вот это наш микрофон. Он закреплен на кунжуте. Я не могу тебе выдать, иначе у нас не будет звука. Я могу тебе дать ложку. Вот, смотри, вот твой кунжут, Ева. Как вы поняли по названию этого видео, сегодня мы с пирожком будем готовить нечто полезное и вкусное. Это будет наш ужин сегодня. И это будут всеми любимые макарошки. Да, не простые макарошки, а очень такие интересные. Пока Ева поедает кунжут, ребенок занят, и это хорошо. Я вам расскажу, в чем особенность вообще нашего блюда. Макарошки у нас цельнозерновые. Это такой очень быстрый и легкий способ сделать блюдо в разы полезнее. Взять не обычные макароны, а именно... Где нужно? Потому что, по сути, обычные макароны, не цельнозерновые, для нашего организма, Ева, это кунжут белый. Для нашего организма это то же самое. Ты хочешь прям съесть его? Вообще-то ложка кунжута это норма кальция за день. Так вот, получается, обычные макарошки. Это для нашего организма, по сути, то же самое, белый сахар. Оппонент мой меня перебивает, однако. Это быстрые углеводы, это насыщение ненадолго и это минимум полезных веществ. Поэтому мы используем цельнозерновые макароны, а это сложные углеводы, насыщение на более длительное время и большое количество белка. Ну, не прямо уж большое, но больше, чем в обычных. И еще, чем наше блюдо будет знаменательным, так скажем, тем, что у нас будет чечевичный соус. А чечевичный соус, это значит много белка. В чечевице белка больше, чем в любом мясе. Да, конечно, пожалуйста. У нас, на самом деле, уже закипела вода. Я закину туда макарошки. Немножко мы посолим воду с макарошками. У нас такая соль, называется соль-контроль. Это микс, здесь еще в составе куркума. Чтобы макарошки не слипались, можно налить капельку растительного масла, который мы обычно льем на сковородку, чтобы что-нибудь пожарить. И просто варим их столько, сколько написано на упаковке. Ева, хочешь водичку? Пить. Кстати, что касается участия Евы в приготовлении пищи у нас дома, я Еву всегда привлекаю к этому процессу, потому что... Ее видно, кстати, вообще? Потому что растет маленький помощник, точнее помощница. Ну, то есть она все видит, всю кухню видит изнутри. Она видит, что, чтобы поесть, нужно сначала там постоять у плиты, что-то порезать. Такие-то вещи, которые ей можно трогать, которые ей можно уже в ручки давать, я ей даю. Перчик. Так вот, насчет нашей чечевицы. Как и любые бобовые, чечевицу лучше всего замачивать. Это не стоит нисколько времени. Вы просто, например, знаете, что на ужин будете делать такие макарошки. С утра залили чечевицу водой. Смотри, чечевица. А, это ситечка. Мы сейчас сольем воду. Просто-напросто замоченная чечевица, во-первых, лучше усвоится. А еще это профилактика вздутия, потому что у многих вздутие на бобовое. Ева, смотри, у меня следующая штучка для тебя. Палочка такая. Как раз пока варятся у нас макарошки, будет также вариться чечевица. Используйте красную или желтую чечевицу, а не зеленую, потому что зеленая очень долго варится. Ее 100% надо замачивать. Сейчас для нашего соуса нам надо будет лук измельчить. И на маленькой сковородочке мы попассируем лук. Можно добавить также мокровку, чеснок. Я использую более быстрый способ. У меня есть такая заготовочка. Это сделала моя свекровь. Она назвала это овощной рагу. И здесь есть уже в составе морковка, перец чилин, ну немножко со всеми, вот чеснок и кабачок. То есть я просто пару ложек положу, и не надо будет резать. Очень, кстати, экономить время. Невкусно, да? Титюн. Это лук. Раз, два, три, четыре. Кстати, можно особо не стараться, прям супер мелко не делать, потому что мы все это потом будем фиурировать. Ева! Все. Ну вот так вот бывает. Водичка имеет свойство проливаться, ты должна об этом тоже знать. Я всегда, когда делаю какую-то зажарку, ну типа там лук, морковку, вот это все, добавляю сначала в масло куркуму. Это такой рецепт из Индии. Почему? Потому что... А, куркума же, правильно. Потому что куркума раскрывается и усваивается лучше всего именно в жире. А масло это не что, но и как жир. На сковородочку сначала я наливаю масло, и сюда добавляю специи. Специи прогреваются в масле, и потом уже сюда добавляются всякие овощи, лук, морковь, все такое. Ой, Ева, ну у тебя и картина маслом, конечно. Вытирай тряпочкой. Привет, бонжор, но вот такое тоже бывает. Это называется авария. Ха, прикольно. Тем, это Ева чечевица была, сейчас все будет вонять, поэтому надо поставить... Смотри, это вытяжка. Ну ничего, должно быть что-то не по плану. О, боже мой, еще и плита сказала эррор по всем параметрам. Спокойствие, только спокойствие, дайте мне сделать мою еду. Вот таким образом мы прогрели куркуму на масле. Это что, Евочка? Что? Это что? Лучок. И сюда мы добавляем наш лук. Ева, тебе сколько годиков? Один. Один. Можно попробовать тем временем, сварились ли макарошки. Ева, дай, пожалуйста, мне перчик. Да, спасибо. Лучок тоже поджаривается. Я как раз сейчас добавлю ложку вот такой смеси. Классическая зажарка. Я вот и куда пошла? Решила постоять? Давай я тебя подержу немножко, да? Смотри, это что? Это лук. А это макарошка. Макарошка. Мм, почти салилась. Зажарка у нас почти готова. Можно бахнуть еще немного томатной. Это не паста, это как пассата называется. То есть чисто томаты перетертые. Чечевица с томатами всегда очень круто сочетается. Очень вкусно. Чечевица уже развалилась. Почти все готово. Молодцы, девочки. Ужиль готов за 10 минут. Сейчас будет самое интересное для всех деток, наверное. Что это? Чечевица. Это что это? Это Ева зажарка называется. Смотри, сейчас будем что делать? Правильно. Так, вот эту штуку мы выключим, потому что она очень громкая. Посиди-ка вот здесь. Я пока солью чечевицу. Смотри, Ева, как это происходит. Вот наша чечевица. Она стала более желтой. И в нее мы добавляем... Можно лопатку, пожалуйста, мой маленький поваренок. В нее мы добавляем нашу зажарку. И сейчас наш соус мы будем перерывать. Добавлять соль по вкусу. Можно добавлять абсолютно любые специи. Немножко он может получиться густоватым. Тогда можно его разбавить водичкой. Спачку же хочешь? Иди ко мне, новички. Ты такая зажарка, ты такая стеснительная. Ты из-за камеры стеснительная? Да. Да. Да, правильно. Ну и все, дело осталось за малым. Соус добавить к макарошкам. Есть еще такой вариант соли. Называется жидкая соль. Она для готовых уже блюд. Например, для макарошек. Суть в том, что люди, когда солят именно соленой водой свою пищу, они намного меньшее количество соли используют. Такие эксперименты уже проводили. Что намного больше соли ты используешь, когда именно вот так вот солишь на сухую. Такую смесь можно, конечно, дома просто сделать. Но она удобно продается в пульверизаторе, поэтому я купила, да. Я только не трогаю хвостики, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. К любому приему пищи мы добавляем овощи, которые у нас есть дома. Например, сегодня это авокадо, перец. Девочка уже хочет спать. Ну что, девочки, наш ужин готов. Пупсик уже хочет спать. У нас сегодня немножко сбился режим. Вкусно, да? Дети особенно любят макароны. Дети вообще очень любят все, что из теста. Если будете готовить ужин по нашему рецепту, то обязательно отмечайте нас с Евой в инстаграме. Точнее меня. Еву, у тебя пока нет в инстаграме. Мне кажется, я что-то еще хотела сказать. Мне кажется, много чего еще хотела сказать. Но когда ты снимаешь видео с ребенком и вроде как бы должен за всем следить. И за кухней, и за тем, чтобы еда была нормальная. И за тем, чтобы что-то говорить. И за тем, чтобы ребенок сидел. Получается все как-то очень быстро. Ну что, мы пойдем ужинать. Кстати, руками есть очень даже полезно. Да, да. Поэтому можно не торопиться. Ребенка обязательно обучать есть приборами. Он это, конечно, научится делать. Но экспериментально доказано, что когда мы едим руками, мы быстрее насыщаемся. И пища лучше усваивается. Это связано с тем, что вот когда мы, например, прямо трогаем помидорку, нам в мозг идет прямо сейчас сигнал, что вот помидорка, она такая влажная, такая вот сочная. И наш желудок начинает вырабатывать нужные ферменты для того, чтобы усвоить лучше всего именно вот эту помидорку. Я смотрю, тебе понравилось? Ну что, девочки, если хотите, чтобы такие видео выходили почаще, чтобы мы готовились с Евой вместе и делились своими рецептами, то обязательно ставьте нам пальцы вверх, да? И пишите свои комментарии. Там очень вкусно. Скажи, пальчики обрежу. Мама. Где мама? Там. Там? Я здесь. Пока-пока. Чумазай такой. Чумазай.